Из Казани в Москву за 6,5 часов новую трассу под номером М-12 планируют построить к 2024 году. Однако пока что на стадии планирования маршрута возникают новые идеи и решения для постройки. Вот и теперь проектировщики Хайвея решили немного изменить будущий маршрут. Такое изменение связано с возражениями муниципальных властей районов республики, которые выражали недовольство тем, что новая автодорога разрежет некоторые населенные пункты. К примеру, подразделение попало бы село Никольское. По слухам, новый маршрут будет длиннее на 12 километров и дороже на 24 миллиарда рублей. К слову, оставить нетронутым населенные пункты – это еще далеко не все. Инициатива изменить маршрут связана еще и с сохранением природных зон. Как рассказали эксперты КФУ, при проектировании трассы нужно тщательно планировать будущий маршрут, чтобы не навредить экологии. Как дорога Хайвейка, дорога Скоростная может являться объектом потенциально экологически опасным. И поэтому здесь должны быть тщательно проведены инженерно-экологические изыскания, раздел оценка воздействия на окружающую среду, раздел охраны окружающей среды, подсчитаны экологические риски, ущербы, потому что дорога может пересекать места, скажем так, кочевок животных, места миграции. Надо предусмотреть, чтобы на этой территории не было особо охраняемых природных территорий. Помимо этого, важный участок новой трассы будет проходить через Волгу. По мнению экспертов, мосту через реку нужно уделить особое внимание, так как из-за неправильной постройки ущерб местной флоре может быть очень великим. Только нужно сделать его экологически грамотно, то есть не намывать дамбу, не сужать в этом месте Волгу, а делать пролет от моста до моста. Это наиболее экологичный вариант, наиболее правильный вариант, который не принесет потом проблем с застойностью территории, с гибелью рыбы, с цветением воды. Поэтому наша рекомендация очень четкая. Строительство моста должно уйти от берега до берега. От берега до берега такой способ постройки моста дольше, сложнее и дороже. Однако исключает множество проблем, которые могут возникнуть со стоимостью воды, из-за постройки гидронамывов. В тех местах, где у нас имеют место гидронамывы, связанные со строительством дамб или другими какими-то ситуациями, в этих местах очень быстро начинаются проблемы, скажем так, непроточности воды, загнивания. Здесь осложняется ситуация такая эпидемиологическая. Возникают проблемы с цветением воды и возникают проблемы с гибелью рыбы. Окончательный вариант для строительства выберут 1 ноября 2020 года. Трасса Москва-Казань будет скоростной платной автодорогой. Разрешенная скорость на ней будет достигать 130 км в час. Добраться из столицы в Казань можно будет за 6,5 часов, вместо 13, как сейчас. Цена проезда по автобану составит около 1600 рублей, 2,5 рубля за километр. Все это будет без учета расхода на топливо. Сама трасса будет протяженностью 794 км. Строительство будет разбито на 8 этапов. Причем 7 и 8 этапы – это как раз-таки участки Татарстана. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ, Ньюс.